Людей на улице Краснопресненской остались сегодня без света. Взорвалась и сгорела электропонстанция. Из-за скачка напряжения в квартирах перегорела бытовая техника. Возмущенные жильцы устроили стихийный митинг. Теперь районы власти и полиция грозят им штрафом. Репортаж вместо ЧП Сергея Сеславина. Сегодня около 11 утра на улице Краснопресненская взорвалась электропонстанция, принадлежащая компании Краском. Зданию полвека долгое время трансформаторная будка была без хозяина. Никто не брал ее на баланс. Версии жителей расходятся. Кто-то говорит, что авария произошла во время ремонтных работ. Кто-то, что коммунальщики приехали после взрыва. После аварии без света осталось 18 домов на Краснопресненской, 40 в поселке Цементников, детский сад и отделение полиции. У многих сгорела бытовая техника. А вот будем костры жечь, детей кормить. Сами-то ладно, хлеба наедимся с водой. А у меня вот ушли правнуки и внуки. Приехали пожарные, потушили. И приехал главный инженер. Я, честно, его не видела. Видели женщины, я приехала чуть позже. Сказал так, что восстановлению, трансформация не подлежит. Света, возможно, не будет целый месяц. Только после этих слов люди начали бунтоваться, собираться. По словам жителей окрестных домов, после того, как пожарные уехали, в экстренных службах никто не реагировал на их вопросы об отсутствии электричества. Людям пришлось перекрыть дорогу на цементный завод, чтобы привлечь внимание к своей беде. Сначала приехала полиция, следом – ремонтники, районные власти и даже окружной депутат. Будет сформирована комиссия, которая пройдет и оценит тот ущерб, который был нанесен в результате данной аварии. Я надеюсь, что правоохранительные органы относится максимально лояльно к жителям данного поселка. И наказание будет минимальным. В любом случае, если штраф будет в денежном эквиваленте, мы будем помогать. Оказалось, что перекрытие дороги жителями улицы было расценено полицейскими как стихийный митинг, и его участникам грозит административное наказание. Пока наша съемочная группа работала на месте происшествия, к развалинам будки привезли новый трансформатор. Причины аварии устанавливаются. На период восстановления электрооборудования и установки нового трансформатора отключено электроснабжение в 9 двухэтажных домах по улице Краснопресненской. Работы ведет Управление электроэнергетики компанией «Краском». Ориентировочное время подачи электричества – 22 часа 1 июля. Видимо, для жителей Красноярских окраин единственный способ добиться оперативного внимания властей – перекрыть важную городскую магистраль. Вот только расплачиваться за быстрое реагирование, возможно, придется штрафом. Сергей Сеславин, Сергей Монтон.